Приветствую вас, ну, насчет болезни, я думаю, что здесь требуется более детальное рассмотрение, то есть не секрет, что иногда человек заболевает в результате, ну, наличия психологических проблем, нервного переживания и так далее, да. То есть возникновение болезней может быть как совпадением, да, таким вот очень серьезным, важным, значит, таким чудовищным, я бы даже сказал, чудовищным совпадением, вот. Это что касается болезни, здесь не нужно искать какого-то потайного смысла, я полагаю, что анализ, история болезни, в общем-то, хорошо эту ситуацию раскрыла бы, вот. Потому что, ну, если человек болеет, то я полагаю, что причину найти в этом, в принципе, можно, это не сложно. Вот. То, почему мужчины от вас уходят, почему они уходят, но продолжают любить. Ну, смотрите, здесь, конечно, играет роль ваш детский сценарий, родительский сценарий, точнее, очевидно. Потому что вы своим поведением как-то мужчин, видимо, заставляете почувствовать себя, ну, не мужчинами. Как-то мужчин вы, может быть, ну, может быть, подавляете, может быть, как-то отталкиваете, может быть, они видят у вас, своего соперника, может быть, им не по душе что-то. Может быть, наоборот, вы чересчур хороши для них, и поэтому они вот так от вас уходят. Поэтому они от вас убегают, наши. Тут, в принципе, по большому счету анализировать, ну, анализировать то, что именно происходит с вами, с вами, с вашими мужчинами. Показательное, на мой взгляд, то, что, значит, первый мужчина вас очень любил, мы не были вместе, хоть и хотели. А это показательное. Почему не были вместе, хоть и хотели, что мешало? Может быть, у вас есть страх близких отношений? Может быть, подсознательно вы боитесь отношений? Может быть, подсознательно вы их как-то отдаляете от себя мужчин? Ну, может быть, специально, может быть, не специально. То есть, в любви-то вы нуждаетесь, а отношений боитесь. Далее, значит, от второго я имею двух детей, да, ушел от нас в один день. В течение последнего полгода нашей совместной жизни сидел на наркотиках. Попав в кому, ничего не помнит. Ну, это вот сильно зависит у человека было от вас, видимо. Почему ушел, конечно, нужно разбираться, но... Совершенно очевидно, что... Ну, явно он ушел не от хорошей жизни, да, то есть... Там, явно какие-то проблемы были у вас, ну, между вами. И наркотиками человек пытался заглушить в себе что-то. Опять же, что именно пытался заглушить, я не знаю. Понятно, что с этим можно разбираться. Что именно человек пытался заглушить в себе. Ну, то, что... Что-то серьезное, это очевидно. Вот, это серьезное связано с вами. То есть, ушел от нас в один день. То есть, видимо, терпел, 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 да. Терпел, 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 терпел. Потом не вытерпел, да, и ушел. Ушел. Не справился. Мужчина оказался слаб. То есть, заметили, да, что вот мужчины, с которыми вы в отношениях, они, ну, немного слабоватые. Слабоватые. Оказывается. Это вопрос уже к вам. Почему они слабоватыми оказываются? Специально ли вы выбираете себе таких мужчин или нет? Последние познакомились и сразу стали жить вместе. Ну, вот смотрите. Познакомились и сразу стали жить вместе. Сразу. Как насчет того, чтобы узнать человека поближе. там, получше с ним познакомиться. Куда спешить? Зачем вы спешили? Вместе жить. Для чего? Какая такая необходимость заставляла вас спешить? Знаете, какая штука? Из этого я делаю вывод, что может быть там имела место быть страсть между вами. Сильная страсть. То есть, вот, в начале встретились, страсть вспыхнула, все. Сразу стали вместе жить. Вот. А потом вместе пожили, страсть немножко улеглась, и мужчина не смог побежить, например, того, что ему открылось. Ну, как вы? Открылись. Открылись. Какие-то ваши вот стороны, мужчина оказалась, что он не способен принять. мужчина не способен принять. Естественно, что анализировать нужно более подробно ваши отношения. Я бы даже начал бы с отношений между вашими родителями. даже не с ваших отношений с мужчинами, а именно вот между вами, точнее, между вашими родителями, между вами и вашими родителями. Вот это я бы сделал. С чего бы я начал? Дальше. Значит, так. Спустя пару месяцев ушел, узнал, что он болен раком, до сих пор любим друг друга, но живем раздельно. Ну, смотрите. Здесь, конечно, ситуация немножечко проясняется. То есть, мужчина уходит, узнает, что он болен, да, и вы живете раздельно. Вполне вероятно, что у вас настолько высокие требования к мужчинам, на неком таком, знаете, может быть, даже подсознательном уровне, что когда человек осознает, что он совершает ошибку, да, то есть, ну, становится слабым, допустим, то есть, дает слабину, то он не может с вами находиться, в принципе, потому что знает, что вы уже, ну, вы его любите, но он уже не такой сильный в ваших глазах. То есть, это вопрос ожидания от мужчины, вопрос требований к нему, к человеку. Ну и, соответственно, можно предположить, что эти требования вам нужно проанализировать, для того, того, чтобы, ну, может быть, где-то план в планку снизить, где-то подкорректировать что-то в своем отношении с мужчинами, да, и так далее. Вот, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы вот именно дали, да, исходя из того, что вы вот, ну, ну, предоставили нам в качестве информации, я могу сделать вывод только такой. Для более детального анализа, для более детального ответа нужно с вами работать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.